Ой, всем привет, мои дорогие подписчики. И сегодня... Вот, мисточка, я так сядю, красиво. Фаня, видите, что это нам. Ой, опять я не застёгнута, извините меня, пожалуйста. Просто так жарко. Я извините, что на камеру застёгиваюсь. Хочу вам снять такая, опять же, новая рубрика. Я буду просто разговаривать. И эта рубрика будет называться «Беседы один на один». И сегодня я такую затрону тему, как моё детство. У меня очень хорошая память. И я помню очень такие моменты, которые были в три года, в два года даже. Не забываем. Вот так. Что-то я думаю, думаю, с чего начать. Раньше я жил в центре, в центре города, около ЦУМа, на проспетке Димитрово. Когда моя прабабушка была Катя, в которой квартира её, прабабушка стала, как сказать, она умерла, ей было 90 лет, стала плохей, это сколько было, сейчас можно это, лет 85 лет. Да, ей было 85 лет, 84 года, мы переехали к ней, сделали здесь ремонт отличный, переехали к ней. Потому что она уже сама не могла, потому что она уже сама не могла, не могла жить. Лидером класса. Во второй класс, я второй, третий класс учился в кадетском корпусе. Вы знаете, что туда очень сложно попасть. Мой деда договорился, у моего деда по всему городу связано. Ну, пришёл я сюда, у нас был Игорь Олегович, замечательный офицер, весь второй класс. И учительница, потому что как бы у нас был завуч, я не буду говорить фамилию, Елена Александровна, замечательный педагог, вот знала своё дело. Игорь Александрович был офицер, он как, он был не из самых лучших, но он был очень спокойный и хороший. Вот, мне это нравилось. Когда я перешёл в третий класс, у нас был новый офицер, новый директор. И кадетский корпус опустился, я вам вот так скажу прямо. Офицер был Виктор Андреевич, царство ему небесное, он умер. Он, как вам сказать, очень был нехороший. Извините, я просто буду так молчать, такие паузы делать, вспоминать. Очень не хотела, понимаете, там дедовщина. А в третьем классе никакой, даже и во втором, нет никакой дисциплины. В обычной школе дисциплины намного больше. Когда меня ударили по голове, я упала, я в скамейку ударился головой. У меня было малое сотрясение мозга. Малое сотрясение мозга, буду говорить громче. Меня офицеры затащили в офицерскую и стали меня запугивать, чтоб я не говорил маме об этом. Но я маме сказал, мы приехали в больницу. Тот, который меня ударил, это Ваня был мальчик. Он крупный такой, крупнее меня. Ну и вот так, потом с ним еще были штычки. Были у меня мои лучшие друзья. Дима Карагод, мы очень близко с ним дружили. И Дима Коженов. С Коженовом я давно не общался под конец, я с ним разрукался. С Карагодом Димой до сих пор мы списываемся. Когда четвертый класс еще был Виктор Андреевич, но я уже учился в другой школе, в 131-й, где я и сейчас учусь. Когда мой класс, который бывший кадетский, они перешли в 5-й класс, Виктор Андреевич 7 сентября скончался дома, у него есть отличный приступ был. Ну и вот так. Когда я перешел в 131-ю школу, я был очень полный. Это ж потом, ладно, не будет, я правда был полный. Я вот эту рубашку, она мне не застегивалась, вот эта рубашка. И вот здесь свяжусь со своей собачкой любимой. Ну и вот так пришел я туда, в этот класс, где я сейчас учусь. И потом еще мальчик пришел, и вроде еще новая девочка была, как я помню. Посреди годов пришел Никита, он беженец из Украины. Вот я с ним гружу, он очень хороший. В пятом классе ничего рассказать вам интересного не могу. Ну, школа-то школа, я в классе, у меня особо друзей нету. Я, знаете, туда прихожу и ухожу. У меня нет друзей, ни с кем я не дружу в классе. И я часто выступаю в школе. У нас был день учителя, от класса должен быть один номер. И так потом получилось, мне вот я вам расскажу. Это вот недавно был день учителя, от класса номер. Кого? Меня был прилипеть. Я академическим вокалом занимаюсь. Я пошел петь. Потом. Русский дом, фестиваль. Ладно, сделали не какие-то там частушки, что-то какую-то сценку. Ладно, кто петь? Я валенки пел, песню вот так. Когда поехали в лагерь половина классов, я не знаю почему так. Я никогда ни для кого не клеветал. Все, я никогда. Было две комнаты, где мальчики и еще комната мальчики и девочки. Они там все собрались и заговорили, тебе разрешали выйти, меня не впустили. Я в лагере, можно сказать, весь вечер провел один из себя в комнате. Ну, потом была, типа дискотеки, все было нормально. Приехал я, и я заболел гриппом. Это 15-го... Ой, можно я так облакочусь, пожалуйста? 15-го декабря мы ездили, 16-го приехали, и я заболел гриппом. Две, полторы недели я болел гриппом. Вот так. Ну, и потом стал снимать влоги, как бы канал развиваться. Ну, я вам сейчас хочу рассказать интересные моменты в моей жизни. Давайте я начну с первого класса. Я мало что помню с первого класса. До второго класса, что я? Ну, вот на даче, да? Я в первом классе уже во все плаваю. В обе нормальной. Я сейчас хорошо плаваю, я могу перепрыть до острова. Ну, там где-то метров 300 до острова. Ну, нормально. Как течение сносится, если там выше по течению. Как раз так в острове плечали. Знаете, я даже не знаю, о чем разговаривать с вами. Пожалуйста, задавайте вопросы, мне очень интересно. Прямую трансляцию я сегодня не смог настроить. Что еще я могу сказать, да? Давайте я подумаю. А, расскажу, как началось у меня увлечение с оружием. У меня дедушка. Как увлечение? Купил я персонное ружье. Это было в четвертом классе. Персонное ружье в Винчестер. Мне оно очень понравилось. Ну, и вот, это я его купил, как я помню. Да, я его купил где-то в январе. До дня рождения, где-то 10 января. Оно стоило 2 400, как помню. Это сколько? Два года назад было, да. У меня, кстати, вот сейчас, 25 января будет день рождения. Сниму влог обязательно. У меня будет 2 дня рождения, как я с друзьями отмечаю. И второе с роднём у бабушки будем отмечать. Следующее. Следующее, о чём я вам могу сказать. А, как я винтовку. Первая моя винтовка, это МР-512-24. Январь, февраль, март. А я её 23 февраля, она ко мне пришла, как помню. Курьер привёз. Очень сильно опаздывал. Я так был рад, только в холостую не стрелять. Но это правильно. И она у меня в церкви дома. Я к себе каждый день бегал. Мне очень нравилось. Потом, это лето с винтовкой. И на следующую зиму, когда, да, не, уже пятый класс, мне подарили пистолет МР-53М. Ну, это педалонка, которую я поменялся. В конце пятого класса, 10 июня, мне купили Хацан винтовку. Это вот это лето было. Я мало стрелял с неё. А я вот так. И вот сейчас я поменялся. Знаете, что-то скучное видео получается. У тети Люфы вон сколько историй. У меня вообще нету ничего интересного. Но я вам могу рассказать историю, как я потерялся в лесу. Поехали мы с другом на велосипедах. А как получается, вот так там, по лесам в соседнюю деревню. Там вот такой овраг и дорогу вот так возят. На великах невозможно ехать. Спрятали мы велосипеды в кустах. Потом их нашли. И решили мы сократить по просеке. Как бы получается, вот деревня и вот такая... Вот сама дорога, ну вот здесь можно было сократить по просеке. И мы же заблудились. Там, это я был в четвёртом классе. После четвёртого класса. Там было деревенское кладбище. Как мы перепугались. Самое, что мне очень сильно допомнилось, там была заброшена пилорама. Вот эта яма громадная, где опилок. И куча-куча змей. Ну, вроде уже были. Куча-куча змей. Ужас. Знаете, как перепугались. Ладно, потом побежали. А знаете, сейчас-то я леса отлично знаю. Велосипеды невозможно найти. Столб за столбом. Мы всё одинаково. Как будто мы по кругу ходили. Стало темнеть. Достали мы велосипед и поехали. А получилось, что наша деревня и вот эта следующая деревня, мы поехали как бы как наоборот. Мы приехали опять в ту деревню. Уже как часов восемь было вечера. И мы решили сократить через болото охотничья заимка. И по этим. И так получается, там можно пройти по болотам. Как я туда пошёл? Я не понимаю. У меня мозгов, что ли, не было. Чудо. Мы прошли через эту охотничью заимку. Через эти болота. Всё нормально. По тропкам. Ну и пришли в деревню. Там полдеревни нас искала. Расскажу вам историю из моей деревни. Приходим на пляж. Лежит бык. Полудохов, скажу так. Он чего-то наелся. Прибегает один наш местный человек, Валерий Петрович. Замечательный человек. И говорит, быстрее надо знать, узнавать, чей бык. Надо его заколоть. Потому что пока мясо не отравилось. А бык просто это. От солнца ему плохо было. И такую панику подняли всю деревню. А бык оказался в соседней деревне. Как он пришёл? Ну, тоже неинтересная история. Да я же не знаю даже, что вам рассказывать. Ладно, сейчас придумаем. А, расскажу, как мопед у меня появился. Вот этот велосипед мне купила мама. Папа не знал. А, я велосипед, который у меня на заставке. Это круизёр. Вот. Отличный велосипед. Советую. Будет обзор. Был он обзор, но я его удалил. Попросили меня. Ну, ладно. Потом. Следующее. Буквально ещё сутки не прошли, звонит папа. Тебе покупать мопед или нет? Мой друг этот продавал. Моему другу, это 15 лет. Мопед, это Илья. Ну, я знал, что мопед в отличном состоянии. Я сказал, ладно, покупай. Тут же папа приехал за мной, и мы поехали на дачу. Я боялся, как я поеду на этом мопеде. Я ж никогда не ездил. Я думаю, равновесиваю буду. Вывел я его из гаража. Я его сел. Завёл, потому что я это всё знал, видел. Газ удал и поехал. И уехал по всему обществу, прокатился. У меня вот такие эмоции. И я, все выходные уже учились. Я не слезал с этого мопеда. У-у-у. Я круги наматывал. Представьте, 10 литров бензина на 2 дня. Если он на 100 километров ест 2 литра. 2 литра 100. Я 1000 километров наматывал. Представьте, как все выходные. Ужас. Как вам моя лапочка, Фанечка моя хорошая? Какая маленькая. В театр я завтра не пойду. Кстати, надо записку мне написать на дверь, чтобы мне завтра не долбились с утра. Видите, я для вас видео снимаю, я уже не встану завтра. А знаете? Нет, я это видео завтра выложу. Уже я сегодня не смогу. Физически. Ладно, вот я вам сейчас, наверное, покажу. Вот этот стенник. Он плохо оформил. Я еще его... Ой, его не оформил. Ну вот, здесь у меня, видите, неприбранная камера. Здесь мои модельки. Здесь вот автомотоцентр, где я занимаюсь. Меч мне его мама дарила на день рождения. У меня, кстати, железо. Я, модельки, моя фотка, я, могила Людмилы Георгиевны Зикиной. Денежки, ружьё бенели, навигатор, охотник и рыбалово. Моё хобби рыбалка и охота. Биатлон, наш регион, номер отрезанный, СКС, мишенька, ТОС-34. Так, здесь у меня не прибрано. У меня пианино. Мне его баба Таня подарила, вы с ней знакомый. Сейф стоит, где у меня хранится оружие. И вот такой пенал. Но я уже в пенале снимать не буду. Там у меня не прибрано, с другой стороны. Я снимать не буду. Моя Фанечка. Фаня. Вот знаете, такие вот продаются. Копыта барана всякие такие для лакомства. И вот этой косточке уже год она всё её грызёт. Вот ей покупали нос корове, говяжий, по-моему. Как она его ела, с каким удовольствием. Папе всё время на работе выдают. Ой, такие игрушки классные. Ну ладно, вы были на канале Руся Рулит 54. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!